Футбол зовет! Всем привет, кто проводит свое время в FIFA! Буквально несколько слов о комментаторах сегодня обошлось без сюрпризов, как ни странно, и для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. Позади квалификация Generic International Cup, впереди групповой этап, смотрим стартовую встречу в прямом эфире. Сборная Бельгии сыграет против сборной Бразилии. Польза товарищеских матчей доказана клубами по всему миру, так что сегодня давай попробуем разобраться, какие связки пытаются наиграть на поле главные тренеры команды. Начинается первый тайм первого матча. Добавлю, групповой стадии. Был фолк, тут нечего обсуждать, а что насчет карточки. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. И вот момент. В игре вратарь. Только благодаря галкиперу нули остались на табло. Один из них сейчас должен был смениться на единицу. И пас перехвачен. Эффективен высокий прессинг сейчас. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Пас перехвачен. И что дальше тут будет? И вот удар. И берет удар на себя. И вот удар. Отлично она уходит от подката. Не без труда. Но этот мяч вратарь забирает. Нужно забивать. Всправляется вратарь. Непростой удар получился. Вот это интересный пас. Удар. Хороший блок. Мяч не проходит дальше. Забивать можно. Во всайде игрок по мнению судей. Ничего себе. Вот это плохо закончиться может. Неплохой заброс вперед. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Опасная атака нарушением прервана. Вполне за такое и карточка может быть. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Ну смотрите сами. Это штрафной. Железный штрафной. Сильно мимо мяч проходит. Неудачная попытка. В следующий раз нужно более ответственно подходить к ударам. Или дать мяч кому-нибудь другому. Плохой пас. Мяч перехвачен. Как начнешь, так и закончишь. Грубый отбор. За это желтая может быть. Желтая карточка. Все по делу. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Не хватило сил, чтобы сохранить владение. Продолжает идти вперед. Мяч у вратаря можно начинать свою атаку. Мяч у вратаря можно начинать свою атаку. Играет в пас команда. Навес на дальнюю пошел. Спасает команду галкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Пас перехвачен. Теперь мяч у другой команды. Можно навесить сейчас. Ставь пенальти. Не имею справа. Хотя бы обошлось без карточек в этом нарушении. Давать желтую здесь было не за что по большому счету. Ну а о красной речи и вовсе не идет. Лучший момент, чтобы открыть счет. Тащит вратарь этот удар. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. И есть варианты тут. Ух ты! Ты видел? Я такое надолго запомню. Почти в упор к воротам. И настолько мимо мяч прошел. Никогда такого не видел. Блокирует удар. Хорошо сыграно. Отлично они в пас играют. Но к чему приведет такое владение? Есть гол. Счет открыт. Ну что, легка беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Ну вот, смотрим еще раз. Да, удар пришелся с убийственной, что называется, дистанции. Но к галке профи все-таки есть вопросы. Мне кажется, была там возможность закрыть ближнюю штангу все-таки. 1-0. Сейчас будет веселее. И это перехват. Идет вперед. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Мяч у соперника. Мяч на фланге. И свободная зона впереди. А как насчет навеса здесь? И навес чуть назад. Сейф. Ну а так и продолжается. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Еще раз смотрим этот гол. Да, здесь ошибается. Голкипер не фиксирует мяч после первого удара. И со вторым уже не справляется. Все-таки надежнее надо играть на последнем рубеже. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Две минуты добавлено к основному времени тайм. И 2-0 после первого тайма. Начинается... Начинает второй тайм команды. За такой подкат вполне можно желтую показывать. Это предупреждение. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Так можно доиграться и до потери мяча. Можно бить. И в штангу от вратаря мяч попадает. Выбивает мяч игрок. И удар. Вратарь в деле отражает удары. Спаса угловой разыгран. Есть удар! Удар не проходит. Хороший блок. Еще раз им придется подавать. И в центр штрафной подача. Выносит мяч из штрафной. Ничего опасного. Пошел навес в штрафную. Хороший вынос мяча из штрафной. Здорово получается продвигаться вперед. И есть на фланге игрок. Удар! Есть удар, но слишком не точно. Тут все под контролем. Вратарь просто проводил мяч глазами. Да, лучше провести замену, чем в десятером остаться. Уходит игрок с желтой карточкой. Пьет поворотом. Как она играет. Отличное спасение. Вратарь на высоте. Пошла подача. Пас никуда не годится, перехват Идет с мячом к воротам И можно забивать Этот гол означает, что осталось забить всего один, чтобы спасти эту игру Времени остается немного, но они постараются А вот и повтор гола Да, вот так, буквально перед самым финальным свистком Портит она статистику сухих матчей этого голкипера Счет 2-1 Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрят Они идут вперед и соперник не может их остановить Как вовремя она перехватила мяч, иначе могло быть еще опаснее Тут контратака может получиться Сейчас надо сравнивать Право вратарь спасает свою команду Хорошо играет в отборе Играет в пас команда Малет для удара Мяч в воротах, и у нас ничья Вот повтор, насколько все-таки важно для игрока Оказаться в нужный момент, в нужном месте Отличный гол Сборная Бразилии готовится провести замену Мы смотрим матч двух равных команд Счет 2-2 Есть шанс выйти вперед Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках Мяч остался у них, так что свисток молчит Хорошо видно по статистике, насколько зрелищный идет у нас матч Игра идет смелая в обе стороны Обе команды очень активны И ищут они дорогу к воротам друг к другу Но вперед пока выйти никто не может Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение Нужно набирать скорость мяч уже на чужой половине И удар А вратарь-то что творит, а? Тренер бразильяных будет проводить замену Решили коротким пасом разыграть А тут угловой они И игрок смещается в центр Вратарь! Топовое спасение Красиво справилось с этим ударом Разыграть угловой решили через пас Держат мяч Ищут свободное пространство Еще чуть-чуть и был бы гол Хороший темп набирает атака Пошла подача в штрафную Защита первая на мяче Вынос Времени не осталось почти Если кто-то забьет сейчас, то точно выиграет Есть кому в атаке помочь Бей и выводи команду вперед! Спасает голкипер команду Да, если бы не эта девушка в воротах Мы бы уже знали, кто выиграет в этой встрече Отличный блок Это угловой Замена у нас будет Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас И это пенальти Это 11-метровый удар, который может решить все в этой встрече Да, и если они сейчас забивают И исход, в общем-то, становится ясен Очень грубый подкат Игры в мяче близко не было Нужно забивать и снова выходить вперед Вообще пробить пенальти и забить разные вещи Но сейчас они совпали Смотрим еще раз Идеально исполнены пенальти Четко по центру И здесь голкипер проигрывает дуэль Еще 3-2 Смотрим дальше Последняя пятиминутка пошла Уверена, они в атаку идут Вот это да! Отлично сыграно Они снова с мячом Пас перехвачен Времени почти не осталось И нужно сейчас использовать свой шанс И на этом атака завершается Четыре минуты Четыре минуты добавил судья К основному времени матча Будет штрафную подавать Играет в пас команда Вводит мяч у них Работает защита Работает защита Хорошо работает Угловой Время матча истекает И этот угловой Может оказаться спасительным для команды И в центр штрафной подачи Не получилось мяч выбить Не получилось мяч выбить Все еще опасная ситуация И пас перехвачен И пас перехвачен Свисток арбитра Матч завершен Они одерживают победу В стартовом матче Лиги чемпионов Хороший матч они провели сегодня И это заслуженные Три очка Они играли заметно лучше И были активнее соперника По всему полю Очень уверенный старт Редактор субтитров А.Семкин